Борьба продолжается. В Алматинской области откроется новая ПЦР-лаборатория. Также на 50 единиц пополнятся аппараты ИВЛ. Нечем лечиться. Полки толкурганских аптек опустили. Ответственные лица вышли на рейд. Абитуриентам на заметку. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в процесс поступления в учебные заведения. В течение 15 дней в Алматинскую область поставят 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Стоимость столь необходимого в нынешнее время оборудования обойдется в 600 миллионов тенге. Всего на данный момент в больницах региона имеется 200 единиц ИВЛ. Кроме того, до конца недели в Талтыкургане планируется открытие новой лаборатории для проведения ПЦР-анализов. Об этих и многих других мерах в борьбе с пандемией в прямом эфире нашего телеканала сегодня рассказал заместитель Аким Алматинской области Батаржан Байжиманов. Подробнее о самом важном в материале Ануара Мангельдинова. Система здравоохранения ЖТСУ испытывает большую нагрузку. На сегодняшний день в регионе выявлено и зарегистрировано более 2700 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находится 41 человек. 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Растет и число больных с диагнозом пневмония. Их в настоящее время свыше 2,5 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос 2,5 раза. В связи с нарастающим числом заболевших увеличивается количество обращений в скорую помощь. В области задействовано 165 бригад скорой медицинской помощи. За 6 месяцев текущего года ими обслужено более 300 тысяч вызовов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число вызовов увеличилось в 2 раза. В целом по области бригады скорой помощи обслуживают до 3000 вызовов в день. Идет большая нагрузка на сотрудников скорой медицинской помощи, поэтому Акимом области было принято решение по увеличению бригад. Так, до конца года дополнительно ожидается поставка 100 автомобилей скорой помощи. Из них 70 приобретено в лизинг, 30 автомашин из местного бюджета. Поставка начнется уже в следующем месяце. Также для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета осуществлена поставка 57 единиц портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. С целью излечения на данный момент в регионе развернуто порядка 3,5 тысяч стационарных и провизорных коек. Ведется активная работа по улучшению и обеспечению оснащения в медицинских организациях области. Одной из главных причин того, что региональная система здравоохранения испытывает большую нагрузку, является дефицит кадров. Он составляет более 150 врачей. На сегодняшний день привлекаются врачи, проходящие обучение в резидентуре, выпускники медицинских вузов и медколледжей. В данном направлении работа будет продолжена. В течение 10-15 дней планируется поставка еще 50 ЕВЛ-аппаратов на сумму 600 миллионов тенге и кислородных концентратов 100 единиц на сумму 85 миллионов, которые приобретаются за счет местного бюджета. Готовится бюджетная заявка на ближайшее уточнение местного бюджета на приобретение дополнительного медицинского оборудования, в том числе и ЕВЛы, и другие оборудования. В целом по борьбе с коронавирусной инфекцией всего задействовано более 3,5 тысяч сотрудников медицинского персонала. Не обошел стороной заместитель Акима Алматинской области и самую актуальную тему – дефицит лекарств. В регионе, как и во всем Казахстане, такая проблема имеется. Однако это вопрос времени, сообщил Батржан Байжуманов. В ближайшие дни будет достаточная поставка лекарств в аптеки области. Вместе с тем в аптеках имеются аналоги лекарственных средств. В соответствии с поручением главы государства, в целях недопущения роста цен и контроля наличия лекарственных средств, на основании постановления главного санитарного врача созданы мониторинговые группы. Также в районах и городах филиалы партии Нур-Отан будут контролировать цены и наличие лекарственных средств. Подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве по вопросам оптовой и розничной реализации лекарственных средств. Большая работа ведется и по увеличению охвата населения ПЦР-тестированием. На сегодняшний день в Алматинской области проведено свыше 100 тысяч таких исследований. В области работает лаборатория ПЦР-анализов на базе Национального центра экспертизы, противочумные лаборатории, Винбеши-Казахской ЦРБ и частной клиники Олимп. На этой неделе открывается еще одна лаборатория Олимп в городе Талдыкурган, где население в области будет обслуживаться на платной основе и в рамках ГОБМП. Также во исполнение поручения президента планируется открытие еще двух лабораторий на базе областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в городе Талдыкурган и Ильиской ЦРБ. Рассказал заместитель Акима Алматинской области и о состоянии здоровья главы края ЖТСУ Аманды Кабаталова. Он проходил лечение, но в связи с тем, что у него началась одышка и сердечная недостаточность, врачами было принято решение госпитализировать его в кардиологический центр города Нур-Султан. Сейчас он проходит там лечение, состояние его намного улучшилось. Человек, вы знаете, он постоянно занимается спортом, у него крепкое здоровье, так что в ближайшее время он уже выпишется и приступит к работе. В завершении Батаржан Байжуманов поблагодарил всех медиков региона, которые неустанно трудятся в борьбе с пандемией, и призвал граждан неукоснительно выполнять рекомендуемые санитарные нормы. Ануар Аман Гильдинов, Айбек Ахшулаков, телеканал ЖТСУ. Один на один с вирусом. На полках аптек Талдыкургана не отыскать востребованных препаратов. Дефицит парацетамола, аспирина, цитрамона наблюдается во всех аптечных точках областного центра. Кроме того, стоимость некоторых лекарственных средств в разы завышена. Как контролируются цены на жизненно важные препараты и какие меры воздействия применяются к тем, кто стремится обогатиться на здоровье своих соотечественников, узнаем из материала Евгении Присяжной. Масштабный рейд провели представители Департамента здравоохранения, областного санэпиднадзора, антикоррупционного комитета и общественные деятели Талдыкургана. В зону внимания попали несколько ведущих аптек областного центра. Первое, чем интересовалась специальная мониторинговая группа, имеются ли в наличии самые востребованные в период пандемии препараты аспирин, аскорбиновая кислота, парацетамол. И выявила полное отсутствие популярных жаропонижающих средств и ряда антибиотиков. На складах у нас ничего нет, вот все, что есть, мы все вытащили, потому что у нас здесь в очереди люди стоят. Мы же тоже это все видим, все понимаем. Все, что можем, делаем, вот все, что есть. В данный момент нет лекарств. Жители и гости областного центра в растерянности бегают по Талдыкурганским аптекам в поисках жаропонижающих и недорогих противовирусных препаратов. Но заветных лекарств нет нигде. Парацетамол, аспирина вообще нет нигде. Говорят, будут, не знаю. Я лет 15-20 раз покупал, потом уже нет, сейчас не можем найти. Да, нет, уже нет, уже недели, наверное, нет этих препаратов. Ну, больны были, мы лечили аспирином, и у нас дома в аптечке было. А так мы не покупали, не было. Причины лекарственного ажиотажа на, казалось бы, доступные препараты, простые и бесхитростные. Талдыкурганцы закупают аспирин, парацетамол и антибиотики впрок. Под ноль очистив аптечные склады, а новые партии лекарств в городские аптеки не поступают. Поставщики сейчас перегружены, заявки задерживают. Самых таких ходовых, конечно, уже нет. Цитромицинов нет, цитрофорсоцинов нет. А пенициллины? Пенициллинов нет. Ампициллины? Ампициллин только флаконы. А пенгаверин сразу исчез. Сразу, да? Сразу исчез. Пенгаверин и все противовирусные, арпифлю, арбитол сразу исчезли. Это первая неделя ажиотажа. Люди прям очень большой поток. К чему говорит? Следует отметить, что 2 июля этого года между госорганами и фармацевтами Алматинской области был подписан меморандум о сотрудничестве. Согласно этому документу, аптечные точки региона должны реализовывать 60 видов наиболее востребованных лекарственных средств по предельным ценам. Цены не завышены. Можете покупать, но, к сожалению, дефицит лекарств, он остается сегодня одной из главных проблем в нынешнее время. В ходе проводимого рейда мониторинговая группа проверила соответствие цен не только на препараты, вошедшие в государственный список. Инспектировали также и стоимость на другие жизненно важные лекарства. Как мы сегодня все знаем и видим, что многие препараты в аптеках, к сожалению, отсутствуют. Во-вторых, если им наличие есть, они очень завышены цены. Допустим, если раньше мы приобретали какой-то препарат за тысячу тенге, то сегодня наблюдаем, что цена завышает даже за пять тысяч тенге. После сегодняшнего мониторинга будем составлять соответствующее письмо и направлять соответствующие органы для принятия административных мер. Парм-контроль и департамент по качеству контроля. Члены мониторинговой группы предупредили администрации аптек о недопустимости завышения цен на лекарственные препараты и средства защиты от вирусов. Доверили до сведения об их ответственности через суд вплоть до отзыва лицензии. Так что теперь спекулянтам есть над чем задуматься. Такие летучие группы могут появиться в аптеках в любой момент. Евгения Присяжная, Абылай Кутыгбай, Телеканал ЖТСУ. Будьте здравомыслящими в попытках лечения. С каждым днем больных коронавирусом все больше и больше. В Алматинской области число инфицированных свыше 2700 человек. Поэтому врачи рекомендуют как можно внимательнее и бережно относиться к своему здоровью. При первых симптомах коронавируса сразу звоните в колл-центр по номеру 4192-22. Специалисты помогут вам точечно определить признаки COVID-19. Если же вы чувствуете себя достаточно хорошо, но есть опасные предпосылки болезней, не занимайтесь самолечением, говорят эксперты. Чем это опасно? Во-первых, это опасно осложнениями. Во-вторых, если вы не медицинский работник, и вы не знаете, какие имеются побочные действия любых препаратов, даже самых простых, как аспирин, аналгин, у них тоже есть масса побочных действий. Поэтому самолечением заниматься я не советую и не рекомендую. В любом случае, любой человек, если у него есть какое-то заболевание, особенно это коронавирусная инфекция, самолечением заниматься не надо. Надо посоветоваться с участковым врачом. Или, если к вам приехал врач скорой медицинской службы, обязательно надо спросить, что предпринять при болях суставов, при головной боли или боли другой этиологии. Если у вас температура, что пить, как пить, как долго пить, и поскольку таблеток пить в течение дня, поэтому я рекомендую только по совету врачей. К другим темам. Как поступить в ВУЗ в 2020 году во время пандемии? Какие документы необходимы? И что нужно делать? На эти вопросы есть простой ответ. Теперь абитуриенты смогут зачислиться в университет, не выходя из дома. Буквально в пару кликов. Алексей Цой узнавал все тонкости и нюансы поступления. Первый рубеж на пути поступления в университет пройден. Более 11 тысяч выпускников Алматинской области сдали единое национальное тестирование. Второй этап зачисления в ВУЗ. Как это сделать во время пандемии и ужесточенного карантина? С этим вопросом сталкиваются практически все абитуриенты. Для того, чтобы подать заявление для обучения в ЖИТСУСКОМ государственном университете, вам необходимо зайти на наш сайт ЖГУ и ИДУКИЗ. После этого сделать клик на слайдер «Подать заявление на зачисление». Перед вами откроется окно, где указаны все виды заявления и по формам обучения. Я выбираю заявление для поступления на очное. После этого выходит регистрационная форма, которая содержит в себе заполнение обязательных персональных данных. Когда вы заполните все персональные данные, все поля, которые необходимы нам для обработки данной заявления, вы отправите его техническому секретарю. ЖГУ имени Илья Сажан-Сугурова перешел полностью в онлайн-режим. Прием документов ВУЗ начал осуществлять еще с 20 июня. Подать заявку на зачисление можно до 25 августа. На данный момент приемная комиссия уже обработала более 500 заявок. Эти абитуриенты поступают на платные отделения. Они должны произвести оплату не позднее 23 августа за один семестр. А вот с 13 июля начнется приемная кампания по зачислению студентов на грант. С 13 июля по 20 июля будет проводиться прием заявлений на участие в конкурсе государственно-образовательного гранта. Он будет проводиться, прием заявок будет проводиться через портал электронного правительства ЕГОВ. Для этого поступающим нужно будет обязательно получить электронно-цифровую подпись. Если поступающему еще не исполнилось 18 лет, то электронно-цифровую подпись должен получить его родитель или опекун. Получить полную консультацию и зачислить в ВУЗ можно и в привычном режиме. Для этого нужно сначала записаться на прием в порядке онлайн-очереди. Технический секретарь обработает вашу заявку и назначит время. Перед тем, как сюда прийти, я оставил заявку на сайте университета. Сдал все необходимые документы в режиме онлайн. Затем мне сообщили, куда нужно прийти и в какое время. Я пришел в указанное время и подписал все необходимые документы. Для поступления в ВУЗ требуется перечень некоторых документов. Это аттестат, сертификат ЕНТ, справки, подтверждающие социальный статус, если абитурен к таковому относится. Выписки о том, если поступающий сдавал специальные или творческие экзамены. Важно отметить, со всей необходимой информацией и пошаговой инструкцией по поступлению можно ознакомиться на сайтах университетов. Алексей Цуя, Жан-Дюсин, Телеканал ЖТСУ. В Казахстане запретили продажу алкоголя и сигарет лицам, не достигшим 21 года. Новый кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения предусматривает запрет на продажу алкоголя и сигарет лицам младше 21 года, а также ограничение потребления кальяна, электронных сигарет и других электронных систем. В местах, где осуществляется продажа табачных изделий, на видном месте должны быть размещены соответствующие надписи. Кроме того, запрещается ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, а также товаров, имитирующих табачные изделия. Отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау. Инцидент запечатлен на пляже в селе Курык. Об этом сообщил свидетель происшествия. Для установления личности людей и привлечения их к ответственности Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области направлено письмо в департамент полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дельдахмет на своей странице в Facebook. За жестокое обращение с животными, как отметил он, предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительной работы. Уникальные находки возрастом более 3,5 тысяч лет исследуют в Карагандинской области. Археологи обнаружили уникальные предметы быта и культа жителей Центрального Казахстана эпохи Бронзы. Сейчас ученые исследуют их поселение и могильник в долине реки Талда. Дама из этого парного захоронения, судя по всему, была настоящей светской львицей. В мир иной ее отправили украшенным великолепным ювелирным гарнитуром – золотые серьги, кольца, браслеты. В общей сложности на поселении обнаружили свыше 120 находок, 80 из которых – бронзовых. Все их датирует эпоха Средней Бронзы. Это 17-16 век до н.э. Из-за эпидемии коронавируса безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой Депрессии. Вернуться к докризисному показателю удастся не раньше 2022 года. Такой прогноз содержится в докладе Международной организации экономического сотрудничества и развития. Подробнее об этом и не только в обзоре международных новостей. Пандемия свела на нет весь прогресс, достигнутый на рынке труда за последние десятилетия, считают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. Наиболее существенный рост безработицы будет наблюдаться в США. Что же касается Европы, то это в первую очередь такие страны, как Франция, Италия, Испания. Иными словами, страны, наиболее сильно пострадавшие от COVID-19. Безработица затронет все сферы. Исключение составляет лишь медицинская отрасль. Греция вновь закрыла границы для граждан Сербии. Причиной стало ухудшение эпидемиологической обстановки в этой стране. А также резкое увеличение числа выявленных зараженных коронавирусом среди сербских туристов. Ограничение на поездки будет действовать до 15 июля. До этого сербам будет разрешено въезжать в Грецию только в случае чрезвычайной необходимости. Тем временем стало известно, что Афины разрешили прямые авиарейсы из Великобритании с 15 июля во все аэропорты страны, сохранив пока в силе запрет для шведских туристов. Таким образом, власти Греции пытаются спасти летний туристический сезон и отечественный турбизнес. Следующим соперником одного из лучших боксеров мира Сауля Альвареса может стать Сергей Деревянченко. Предположительно, бой мексиканца с украинцем может пройти 12 сентября без зрителей. Ранее стало известно, что команда Канело ограничена в финансах и ищет так называемого дешевого соперника. И одной из подходящих под этот критерий кандидатур является Деревянченко. По данным инсайдеров, Альварес предложил украинцу поединок в лимите второго среднего веса. Напомним, оба этих боксера бились с казахстанцем Геннадием Головкиным. Информацию подготовил Ануар Амангельдинов по материалам интернет-ресурсов. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин